Спасибо, что вы дошли к этой аудитории. Спасибо студентам, которые надеются услышать что-то интересное. Я могу сказать сразу, что я не знаю, чего вы не знаете. Моя цель, как бы, просто попытаться, как бы, скорее вас разговаривать на тему проблемы, потому что тема была очень такая большая, среда жизни и деятельности. Я бы хотел уже эту тему, как бы, из такого биологического аспекта, еще и более такой человеческий, поэтому, значит, разговор будет идти о, в общем, городской среде, то есть мы немножко судьи, и того же, какая вообще роль архитекта в этой городской среде, насколько он может участвовать в оменировании и так далее. Я написал вот такие, как бы, вопросы, что мы пришли в голову на эту тему, мы, скажем так, в порядке провокации. Это не есть какое-то утверждение. Вот. Я еще хочу извиниться за эту аудиторию, потому что, хотя это вызывается крупный стол, но по жанру, видите, это вот стол президиума, и, скорее, похоже на Харсанольский, по крайней мере Сабарай. Это, очевидно, у нас всегда так получается. Я надеюсь, что вот все будут достаточно активно участвовать в этом городе. Значит, роли места архитектора. Сейчас достаточно много людей участвуют в формировании вот этой городской среды, и мы все прекрасно понимаем, что, как бы, отнюдь него архитектора – это самая главная роль, хотя он еще, скажем, скорее сохраняется на какие-то позиции, но возможно, что он его подослабеет. Вот. Тем не менее, и городские чиновники, и, конечно, южно-чиновые классы оборудов, никто только не знает, кто-то такие. Я пытался определить, чем-то, понимание, если отличается от строителя. И строитель, наверное, это человек, который все-таки берет на себя какую-то ответственность, потому что он не только как эксперт города, он не только исследователь города, но он берет на себя смелость, ответственность, за то, что он что-то предлагает ему. То есть, как бы, один американский человек утверждал, что творческая личность, весь взрослый, как бы, состоит от этого взрослого, весь человек, то есть человек, который часто переходит в разных краях из детского на взрослого состояния. И вот творческий человек, это, не простая, архитектор и строитель, в тот момент, когда он принимает какие-то решения, он становится ребенком. Попалец, мне кажется, вот как бы до этого не опускается, он все равно эксперт, он все равно все знает лучше всех, и вообще, мне кажется, что он не берет на себя ответственность. Так что, наверное, чиновники и так далее. Вот. И я думаю, что вот именно, как бы, вот та самая ответственность делает нас неизбивными. Архитектор и строитель, я для себя не вижу какой-то принципиальной разницы, мне кажется, что это свойство нашего образования, что нет большой разницы между архитектором и строительством. И мне кажется, что каждый игрок имеет, как бы, опыт, как бы, идти работать и жизнь в городе. Я, например, имею опыт жизни этой городе 71 год. 71 год – это, я считаю, гораздо сильнее и больше, чем, как бы, он был профессиональным. Мне кажется, что каждый гражданин имеет право и, как бы, необходимо ему говорить о городе, что такое город, какой должен быть город, как он воспринимает город. Мне кажется, что города, вообще, они, как бы, город тем и хорош, что он очень разный. Когда-то я, когда работал на область в Яковском, я делал такой вывод, что вот я привезел на станцию в Яковском, если я не опаздывал, вот в плотном потоке, я лежал через эту красивую самую станцию, поднимался на эскалатор, но я все опаздывал. То станция выглядела совершенно иначе. Она была пустая, она была похожа на музей. Ходили туристы, почему-то в то время было очень много японцев, которые смотрели на эти ДНК-вские флаконы, фотографировали. То есть одна и та же станция, а где-то тоже, как бы, городское пространство, варварное время, выполняется совершенно разный пункт. Вообще мы все прекрасно знаем, что разные города зимой и лето, и вообще как-то сезонность имеет небольшое значение в нашей жизни. Вот и внешнее увеличение велосипедов, вот этот, так называемый город Фикстера, ведь вы знаете, что это такое, специальное, такое, молодежное царство, для которого все это и делают велосипедные дорожки. Это вот и город. Но есть еще город, много, есть, как я сказал, это был Левым, но он знает, что это совершенно любой город, у которого выходит, это совсем не тот город, который выходит в обычной жизни. И горы различные, там эти губничные, там воскресные, субботные и так далее. То есть здесь, на самом деле, очень много городов. Лев город приезжего, Лев город туристов. Туристы иногда могут сделать какие-то очень точные и интересные наблюдения, но взгляд ему такой, скорее, национальный поверхностный. И взгляд, как эксперты, как эксперты, которые очень много знают, и в то же время, много участвуют, поэтому, как я говорю, все на это есть горожан, и поэтому, не знаю, некоторые часто чувствуют какой-то такой разбойность. То есть, у меня одни эмоции, как у профессионала, архитектора, и совершенно другие эмоции, как у городского, у меня иногда относятся совершенно разные вещи. Вот. И к чему я теперь-то говорю? О городах там пишут книги, есть Петербург, там, Лопы, Достоевского, Андрея Белого, там, есть и Москва, таких московских писателей, снимают фильмы, пишут музыку, картинки и так далее. И вообще, архитекты, это отдельность тех людей, которые тоже что по городу могут рассказать. Но архитект, он не просто знаток города, и не ему как-то соревноваться, со всеми, не знаю, людьми, которые надо писать, описывать город. Но тут, как бы, другая задача, другая профессия. И вот вопрос такой, нужно ли, например, сделать какой-то городской объект? Нужно ли ему так много знать о городах, архитектора? Нужно ли ему, не знаю, как углубляться в этот город? Нужно ли ему так любить город? Я помню, что Семер Матвеевич Матвеев был такой главный делок московского бенплана в 70-х годах. Когда он пришел работать в бенплане, мы очень увлекались, и с людницей мы ездили во всякие там городские заколупки, и очень много узнали городов. Он нам сказал, будь осторожны, потому что строитель не должен слишком часто выезжать на пол, и это помешает ему понимать, как бы, такие масштабные решения. То есть, это тоже специфика но все-таки должны так много знать о городе, говорить о городе, любить этот город, и вообще какие-то его эмоции. мне хотелось бы, чтобы вообще на эту тему сегодня состоялся разговор, если кто-то может что-то по этому поводу скажет. Я с удовольствием áz неожиданно он неожиданно и неожиданно дотянется. Я не подготовлен? Слышно? Да. Шуха! 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 Понимаете, я понимаю, что, как я понимаю, изменилась архитектура очень сильно, городская, в последнее время, в последнее время, в 50-е, в 60-е. Значит, раньше архитектура города строилась по очень интересной схеме. Был фон и была фигура. Это, взятое психологии, это определение фигуры и фон. Все было ясно. В церкви была фигура, в мелкие рома были фон. Это Москва, в 40-40-х. В 40-40-х было фигура, а остальное был фон. И так долго продолжалось. Все время в архитектуре мы могли. И те, что мы называем памятниками, это и есть вот эти фигуры в прошлых лет, которые выделялись из фона и которые выделяли лицо города. А постепенно, особенно в последнее время, это все абсолютно порушилось. Где фигура, где фон, никто понять не может. Вот мы сегодня ездили по городу, там из-за каждого переулка выглядывает какая-то чупырка какая-то. Он и ларек, он и цветы, а иногда этот друг огромный универмаг или еще что-то. Все абсолютно сбито. Значит, сейчас совершенно другая ситуация. И поэтому надо вообще как-то к этому отнестись и теоретически, и художественно что-то надо придумать такое. Потому что нет больше понятия фигуры. Вот сейчас живые дома приглашают и по всей воздействии часто убивают вообще все остальное вокруг. какой-нибудь клуб или какой-нибудь общественный издание. Поэтому, судя по всему, вот я склоняюсь к тому, что городская среда, улица, улица, среда, внутренние пространства играть начинает в городе большую роль, чем вот эти фигуры, которые раньше превалились. И поэтому улица городская, а особенно, я прогнозирую, что пассажи, пассажи, крылья улицы, улицы, которые вывернуты из нас, вот они, на мой взгляд, начнут постепенно завоевывать город. Сейчас улица, вообще, она еще не протоковая, да? Вот когда мы ездили по краям, то есть вот таких настоящих, в традиционном смысле буквально, по пальцам можно перечислять, по личным причинам перечислять. А улица, получается, что она однее зданий. Правильно. Она однее зданий, сейчас, чтобы это видно. И поэтому, когда мы сохраняем памятник, мы говорим о памятник, мы сохраняем, боремся, убиваемся, сохраняем памятник, а улица исчезает. И вот сегодня нам показывали пример, огромные эти самые фигляшки стоят, и там маленькие памятники просто родили. Я в Москве, как известно, сейчас существует большое вечерование по отношению к такой свободной застройке, в Москве вводит кварталы, так называемые. Но при этом у нас нет понимания того, что квартал – это всего лишь пространство между четырьмя улицами. И улица важнее квартала. То есть квартал, условно, может быть уходим, но улица – это та сетка, там матрица города, которая очень, как бы, и сохраняет этот город. В этих кварталах-то дома могут заменяться один-другими, там будет красивый видение, когда не так важно, но улица – это, мне кажется, очень важная часть города. Ну и потом это связано еще и с тем, что раньше мы строили домами и надрывали строительный дом, а сейчас построить улицу – это вообще ничего не стоит. И это вот строительный динамик, оно тоже влияет на это. И поэтому надо, в общем, понимать, что улица, улица – это может быть. Сказать, что у Ильи Георгиевича уже улица, особенно пассаж, это такая тема, которая называется «Помогает» уже более 50 лет. И вот улица, пассаж – это такой, как бы, дальнейшая различная улица. Пассаж – это, как бы, часть городского интерьера. На самом деле, если вспомнить, какие, какие называют сейчас общественные пространства, например, с этого, календаря, всяких типа, которые всем известны и понятны. Это огромные аэропорты, которые везде в Ильи Георгиевича, в Москве уже, и вам и другие, то есть, так, тут гигантское общественное пространство, с одной стороны, там, стекло, везде, 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 везде. По сути, это примерно то же самое. Единственное, чем отличается торговый центр большой от аэропорта, что нет этого стекла, до которого находится много-много самолетов, что прилетает, прилетает. Мне кажется, что город, в смысле, я и Георгиевича, что он идет к тому, что будет появляться в городе все больше каких-то интегрированных пространств, таких городских интерьеров, где будет огонь скатываться, где будет какой-то свой, совершенно специфический фильм, это какая-то своя специфическая установка. Тогда доставляли, но это, естественно, либо судьба центрального числа города, либо это какие-то полифункциональные места, какие-то центры разных частей города, которые могут быть, да, уже как уехали центр исторический. А ты говоришь, что в пассажерах ты нашел подъезд дома. В чем интереснее, я не знаю, только понял, что, кстати, вот эти знаменитые пассажеры, где можно вот пройти как бы параллельно основным улицам, в них выходят не только лапки, магазинчики и кафе, в них выходят подъезды домой, через которые можно пройти, там, а через какой-то ключ, кнопка налить, подняться выше. Ну, все-таки действительно, так как бы, год в год. Мне кажется, это точно такая конструктива была. Я так, кстати, так могу. Вообще-то решили два взгляда на город. Мы это сами знаем, да, это взгляд, который в плане налить не надо. Это взгляд, взгляд, который открыл налить на город, сделал знаменитый план налить, где основным являются вот эти вот улицы, пространства эти домами и публичные пространства, интерьеры, церквей, площадь и публичные пространства. И это действительно, она в Санкт-Петербурге. Есть другой взгляд, в соответствии с которым отдельные дома построены, так как бы, вполне изолированные. Они становятся, как бы, доминантами, и все внимание обращено им. Вообще говоря, я хотел еще вот о чем сказать. Существует вообще два разных, две разных архитектуры, в одной архитектуре. Если кого-то интересует более развернутое предъявление этой идеи, я где-то на прошлой неделе в высшей школе экономики могу об этом долго-долго рассказать, полтора часа. Это на Ютубе. Высшая школа экономики. Вы зайдите, все-все там прочитайте. Но существо этого весьма незатейное. Есть архитекты, которые чувствуют себя комфортно в контексте, которые ощущают этот контекст, которые ценят этот контекст, которые стремятся его прощать, которые стремятся ему следовать, для которых есть, без сомненно, цены. Есть другие люди, для которых важны существование в том, что именуется тренд, то есть во время. Одни существуют в пространстве, другие существуют во время. Вот те люди, те кварталы, которые Александр Ильич сейчас сказал, это все изобретено людьми, которые живут только во времени, которые не слышат и не чувствуют вообще полосы пространства абсолютно. Они безразличны к этому. Они могут делать какие-то картофельные поля, ставить небоскребы, еще что-то. Главное, чтобы эти небоскребы, будучи извлеченными вообще из этого окружения, в журнале выглядели как-то почти похоже на то, что кто-то еще изобразил. В этом потоке они должны смотреться очень-очень естественно. То есть входить вот в этот тренд так же, как, предположим, для Скопина можно входить в пространство. Для них важно это. Вообще меня поразило то, что все предъявления современных таких трендов и знаковых событий, они очень похожи на то, что вы не увидите там ни описания окружения, ни описания того, кто рядом, ни кем-плана, ни ситуационного плана. Просто вспомните журналы. Наша зарубежная. Помните, что, что там в медийных каких-то ресурсах. Этого нет. Самое важное, самое существенное, это быть вот почти похожими. Почти похожими на то, что там, где-то, где-то все это делается. Все московские шнеры, все, что нам нравится, оцениваются с той точки зрения. Какой идея это приближается, к чему-то. Мне подарили три часа назад, какой-то замечательный книжок. Это называется современная, герландская архитектура. Что-то вы знаете. Срочная страна, такая девочерка, правительство. Вот все открытия, которые мы молимся, все наши замечательные, все они могут как букваик просто это читать, открывать. Потому что там сидят такие же люди, такие же точные люди, которые точно так же живут в этом тренде и не понимают на самом деле. Что главное для них? Главное цель – это быть самими собой, а не быть теми шлаблений, не быть тем-то таким, кто копирует кого-то, кто, так сказать, чего-то там нарисовывает, чего-то странное старается пережить или сопереживать. Все великие открытия, все серьезные работы делались почти исключительно теми, теми, кто руководствовался контекстом, конечно. Кто был включен, кто делал архитектуру, принадлежащую месту. И только потом, воспитанная в этом регионе, воспитанная на уважении и на любви, в общем, своему проекту, постепенно набирала некоторую инерцию, становилась вообще событием и формировала тот самый тренд. Тренд – это явно нечто вторичное. Это то, что приходит потом. Но открытия все делаются, делаются только пространство. Все большие стили, они обязаны, они имеют четкое место рождения. Не время, а место рождения. Стиль Людовика XIV, стиль Наполеона III, руководство. Ну и так далее. Все большие бренды – это только, это только, там, все, что сегодня. Какие-нибудь чудворы, там, бельгийские деревни, весь этот бред, они все имеют четкую, четкую, да, пространственную предысторию, которые потом отрывались от этих замечательных корней и дальше становятся, становятся таким коммерческим, коммерческим неким брендом. Итак, есть просто два типа поведения и два сознания. Слово говоря, это текстуальное и трендное. Во времени и пространстве. Очень четко, очень четко, что это должно быть. И если говорить, пытаться соотносить, пытаться соотносить эти два типа сознания с тем, о чем вот Александр Андреевич говорил с Ильей Георгиевичем, то есть с улицей, с открытым пространством, с помилючным, конечно, именно улица, именно подводные дома, именно дисциплина, именно уважение к соседу, которое порождает вот эти вот открытые пространства, является, конечно, являетесь данным контекстом. Концепт – это прежде всего уважение к земле, как главному и основному ресурсу. Это связано с землей. Это четкие, все-таки, четкие связи, четкие, четкие соотнесенные. Вся трендовая архитектура, вся в известной степени архитектура, так называемая современная, она стремится оторваться от земли. Вплоть до того, что там, ну, корбезья отрывает первую с собой, так, чтобы там висела она, чтобы вообще ничего общего не иметь с этой землей. Типовые домашние – это два загрузья. Это, кстати, вообще очень интересная, это очень интересная трансформация. Огромное число людей вообще милирует из одной, как бы, парадигмы к другому, из контекстуальной трендового. Я их называю, там, не знаю, профанной и сакральной, высокой и низкой. Ну, да, они чисто взрослые. Вполне, да, в том числе и чисто взрослые. Многие путешествуют, многие путешествуют, можно сказать, в вашу жизнь. Там, скажем, Щусев вообще в силу обстоятельств, и в 7 раз они литрами оказываются. Он вначале, вначале делал все эти свои замечательные 40 храмов и 20 монастырей, потом сделал прекрасный, потрясающий дом в землистерном церкви. И это сейчас, потом снова ушел в арты бога. Даже великий Владислав Житовский, тоже мы помним, то есть, после Слика Тарасова сделал подстанцию на набережной Москва, эти крестайки сделаны, видите, и потом начинал вернуться в свое плодианство. То же самое с Корбюзье, конечно. Корбюзье послевоенное. Корбюзье послевоенное, это совсем не тот Корбюзье, который восхищался автомобилями, американскими невозгребами и так далее. Вообще, поразительно, конечно, грубое, поразительно то, что европейцы увидели в американцах перед войной, то, что сами американцы в себе не видели и нисколько не ценили. То есть, посмотри, там все эти рунавы, ИСАР, ОМО, и так далее, там все эти каркасы, которые потом американцы старались там шеварить, вообще скрывали, и которые, на самом деле, возбуждали того же и того же космонтероиды. Там все эти автомобили, пароходы, самолеты. То есть, то, что вообще к земле не имеет никакого отношения. Это все метало современной архитектуры, это все метало во второй направлении, или вот этот тренд, который, в конечном счете, основной задачей полный демонтаж вообще тканей города, полное зарушение этой ткани, и людьми очень часто подсознанно или осознанно. Это ощущается, как нефтерфобия, где абсолютно правильное действие. Вот тот кошмар, который мы видим здесь вот в городе, да? Рождаются, да. Сначала вторые, а потом... Вначале кончился, потом вторые. Мне кажется, что еще есть такая ситуация, что сейчас, как известно, время остановились, да? То есть, еще раньше, когда-то еще в 50-е, 60-е, 11-е, 1-е направления, вытесняв этот город, то сейчас существует вся новая фактическая пустыльно-ошина. Но эти с гордостью говорят мне, но вы не в треке. Он говорит, пусть ты не в треке. Сейчас, потому что там, что в центре, в шелки, в процессе обмашки, затроны, тоже такая красная полигончик, зеленая публь, промышленностью в центре, но можно удалить целых полигончик, белорезиновые карточки. Но в ассутическом метре можно делать все, что угодно, но, на самом деле, мне кажется, контекстом очень важен критикой, потому что архипетила хороша, может быть, в общественной форме, если делать, что там, как бы, было сбитие, все детали, она должна быть уместен, то есть архипетила должна быть вздеванной, это место и 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 природы еще чего вообще сейчас на самом деле возникает довольно любопытное настроение я чем-то другое хочу сказать что наши коллеги которые живут в одну сторону государственной границы они вообще думают совсем на другое сейчас сейчас архитектуры они как бы не увеличены прежде всего это потепление и выясняйте все угроз связано с потеплением связано со строительством через тройку через тройку 60-65 процентов все безобразие этот процесс этот процесс организовать структурировать на самом деле это тоже разговор контексте это тоже все продолжить то что они думают совершенно другого во первых сам я считаю благодарить за вот эту да да александр Да, надо подститься вообще, как я сейчас сказал. Находим интересная ли она такая, опять же, безграники. Вот я перед тем, как сюда приехал, прочитал несколько номеров, как я сейчас говорю. Не знаю, насколько вы встроены, как я сейчас говорю. И журналы, это, бывает, важны, потому что, ну, все-таки, отличание, как и начальник современного строительства и наша линия строительства Владимира Николаевича, она тоже оттуда идет. И вот с чем они озабочены. Целый ряд журналов посвящен теме, которая называется RBT. RBT, RBT, рецептинг для пилы, пересматривая всю строительную политику. Значит, ну, там, как бы, взгляд на то, о чем мы говорим, о снобильном архитекте, рецептинге, отрыве от жизни. И вот последний номер, который я сейчас почитал, он называется RBT, посвящен тому, что вообще имеется право архитекта вмешиваться в проектирование, ну, скажем такими словами, виростой среды или среды предмедеятельности. Вывод вообще такой, что надо, в принципе, планировать, потому что это есть насилие над людьми, которые имеют полное право сами себе создавать те условия проживания, которые для мира комфортабельны, как они считают, это нужно. А вот этот урбанизм, это, ну, придуманная, на самом деле, попытка заставить людей вести себя в соответствии с этими правилами, что, как правило, приводит к неудачу. И, как бы, весь модернистский этот вот путь, говорят, что вообще 90% всего строительного массива создаётся без архитектов. И что это совсем непросто. Не потому что архитекторы дорогие, там, и так далее, потому что существуют совершенно другие формы, а это такая саморганизация жизни. Я им напоминаю эти формы. Смотрите, вот такие люди, они лучше всех поспособились к жизни. С юрдами, с вами, или с другими, с твоими палатками, которые нужно собраться очень быстро переместить, и, заметьте, не повредить при этом ландшафт. Что вообще в данный момент, я говорю об этом, это идеально. Вот, значит, люди пришли, ушли, и ничего себе они оставили. Они говорят об архитектуре земли, которая тоже подбала оттуда. Вот, понять, что за эти намены вот эти вот явления. И то, что, опять, архитектура земли очень активно использует орнамент, который, как известно, когда-то под названием преступлений. Ну, и вот, ценный ряд вот таких вот, как бы, непрофессиональных архитектурных явлений фактически укладывается в как-то именно устойчивое развитие. Значит, что происходит с профессиональными архитектами? Какой там человек, я, честно говоря, не знаю, вроде бы он же лоск, наверное, такой, я же, человек, который, Ген Марков, он говорит, что архитекторы выжили с декоратами. И так они рассматриваются рынком. И дальше, кстати, мои другие слова. Они напоминают проститутов, которые стоят на обучении пикника в строительной массе. Ну, вот, там, скажем, хукер, но это, наверное, то же самое, например. Вот такие оценки сегодняшнего состояния рынка Таласа. Все по всей вероятности для меня, вот, и является таким показателем растерянности, вот это говорил, когда надо ответить на все требования устойчивого развития, да еще к этому критикам Дарвиничу, которые вообще-то говорят, мы все не смотрели, и никуда нам от этого не деться. Но Шкорбиде сказал, что вся архитектура, это не деться. Ну, все равно, внутренняя, да, внутренняя пространство. Ну, вот, да, да, совершенно верно. Это, видите, так и надо проектировать, фактически. Я вот теперь, что я думаю. Что нам нужно только учить? Ну, то, что сейчас основная масса архитекторов работает, конечно, в тренде заказа инвесторов, заказа денег, не имея иммунитета особого, так сказать, борьбы с этим искушением, это факт. И слушают только, так сказать, источник работы, скажем так. И тут вряд ли можно как-то повлиять на это кодексы, этическими и обсуждениями, и обсуждениями, которые, кстати, становятся меньше и меньше, потому что, что нам друг друга обсуждать. Сегодня ты на совете, завтра я на совете. Ну, мы все уважаемые люди, так, если прождаем. Не мне кажется, что архитекторов сейчас нашел, он научится слушать. Ну, ты не буквально до партиципации вы никак не дорастел. Не случайно, кстати, на встречу с услугами, и ты-то не повторил. Он наибольшим образом оживился, когда ему сказали, что вообще-то союз может быть независимым экспортом при публичных слушаниях. Вот это для нынешней власти серьезное, как был угрозом. И на самом деле, это может быть, мы же в этом по-прежнему не помним. Или мы на стороне кого, кто доказал нам правительство, да, или мы на стороне радикалов, которые, ну, так и совсем, фактически нет, но так и заказывал, не так и прочее. А вообще, это очень интересный ресурс, в том числе, по-моему, и творчество. То есть архитектор на сегодня, вот так вот, исходя из того, что там как бы излагается, снова, то есть человек, который замкнул в своих собственных предпочтениях и интересах. Ему надо, по-другому, оттуда выйти, и это, по-моему, это касается и моих соотечественников и коллег. А вот выйти и попробовать работать в диалоге, не только с заказчиком, особенно, ну, что там, с заказчиком виллы или дома, там, какие там особенно, как почти, ну, тем не менее. А вот с неким коллективом, с канонной, то, о чем Слава Владимирович в свое время говорила, и нас призывал, когда там, где он, с пятник, и попробовать это переложить, так сказать, на профессиональный язык, а самое главное, потом почувствовать, как все это живет. Нет, там, как попал или не попал, но, в общем, это какое-то достаточно интересное направление. Ну, вот, известно, например, что, ну, не знаю, диктаторы, да, лучшие заказчики вообще города. Вот они строят и заказывают, там, мои цепи, кома, там, шпеер, да, ну, шпеер убезло, там, полуманинское, конечно. Вот. Вот. Но, вот, на письме, это, горы, что, по-моему, что, не знаю, кстати, вида, у нас кто-то с ним, переверс, значит. Это то, что, это состав Крилл Чарльз, Крилл, по-моему, был, по-моему, с Крилл. Ну, вот, открытка очень красивая, да, очень красивая, но, вот, в том же, опять-таки, ревью, анализ и 10 принципов принцесса Чарльз. Ну, это такие человеческие принципы, все два, вот, смешно, мягко, из местных материалов, не выше, чем, там, спокойно и так далее. Ну, вообще-то, все равно, это, наверное, это скучно, я так думаю. И, все-таки, кому-то интересно жить, если, ну, в Нарконфиле, ну, в Нарконфиле, наверное, идутся люди, которые хотят там жить. Я знал, чем я это, когда жили в Гразилии, это бывший танцузский посоль, но когда-то посоль в Гразилии был чудовищем. Ну, у Сахи, в его дейвизах там написано, что есть город Эктер. И это, на самом деле, колоссальная статистическая наградка, что это все, все это выглядит. Вот, мне кажется, что найти вот такого заказчика и с ним с диалоги, это все придумать, это нормально для создания произведений. Но, завершая тема, что постараться слушать не только себя, Эктер, но и того, кто потребляет, наверное, эксплуатирует, и пользуется своим произведением, ну, и, вот, может быть, таких новопробеток, просто и профессиональных детей, пытаясь это все превратить вот в профессиональные наказы. Очень интересен твой личный опыт, Александр Ильич, потому что, вот, по возрасту, как получилось, ну, ты знаешь, постой, и я только это не сведею, понимать, но вот, вот, можно считать, что вот он ее, вот видите, она сказала, вот ее и есть такая точка зрения. Вот, можно рассказать? Да, спасибо, Александр Ильич. Александр Ильич, мне кажется, одно из тем наших вот этого разговора, это армия архитектора во всем этом процессе. И, с одной стороны, так вот, то, что мы на предыдущем собрании видели, констатировали, как деградилует городская среда, историческая городская среда в Курске, а мы знаем прекрасно, что не только в Курске, а и во всех городах, но там же деградилуют и архитекторы, спокойно, вместе с городской средой. И, в общем, столько как, видите, заказчики нас рассматривают уже просто, как архитекторы посадки, и, в общем, хотя сделать тулан какого-то с окружением, это достаточно сложно, но у них потом возникает впечатление, что это они придумали этот тулан, особенно и это, и как окна туда, и лифт, и дверь, и так далее, все они придумали. А нам говорят, ну, мы нарисуем красивый пассаж, а дальше, значит, выясняется, что мы нарисуем некрасивый пассаж, какие-то другие, и когда-то, может, и вообще это становится уже совершенно самостоятельной профессией, потому что, я думаю, цитировать лежало, мы когда-то еще 30 назад говорили, что когда-то вообще фасады-то не было совсем. Будут такие съемные какие-то панели, просто сейчас называется бурский фасад, это бурский экран, на котором можно показывать любую архитектуру, а если она там ускоряет, или у вас еще 4 горя, значит, через 5 лет можно заменить и повесить ее ротаться. Вот, и когда-то вообще это становится какой-то самостоятельной профессией. Когда-то, когда в архитектурном институте появилась кафедра интерьера, Степан Клисстаркович Сатунц сказал, что, видишь, вы еще придумали, скоро они еще придумают кафедру в разрезах. А теперь я думаю, что вполне можно ожидать появления кафедры в пассажах. Это вполне актуально. Мне кажется, что все-таки архитекты не должны спуститься до этого уровня. Для меня все-таки архитекты – это такой, наверное, блестящий директант, который знает ничего, ничего до конца, но знает очень много. И конкурировать в таком директантизме с архитектами, по-моему, до сих пор некогда. Но архитекты действительно могут быть таким образом ордератором, как бы формирующим вот те вопросы, которые горожане, обыватели предъявляют к начальству или к властям. То есть они как бы должны помогать формируть эти вопросы, переводить эти вопросы на профессиональный язык. И мне кажется, что здесь архитекты по-прежнему будут вместе. Я бы хотел предоставить слово... Александр, а вопрос? Можно, что? Я тут архитекты по-прежнему буду? Масковский двоих, а если ты уничтожил, то там надо ставить? Какой двоих? Пока Саша идет, я просто одну реплику. В адресе Александра Петровича я позволю. Александр Петрович, значит, кто как не ты должен знать, что во всех документах МСА и во всех уставах всех союзов, во всех палат национальных, прописано одно и то же, что архитектор служит обществу, прежде всего. И только потом. Зачальщику, бизнесу, клиенту. Зачальщик это не общество? Не общество. Объясняйте, не общество. Но эти документы разделяются четко. Заказчик и общество. И стандартных международных это записано. Правильно, я о чем говорю. Значит, этот вопрос давно решен. Другое дело, что есть люди, которые называют себя архитектором, но они не действуют в соответствии с этими правилами договоренностей. Это значит, я спрашиваю, а что с ними? Они говорят, а это не архитектор. Это предприниматели. Статья первая, кодекс отельки, Американский искус архитектор, гласит. Архитектор обязан говорить клиенту всю правду о своем архитекторе. Правда. И ждать его возможных негативных последствиях, его ошибочных решений. Поэтому выбора у нас нет. Или это архитектор, или не архитектор. Меня, конечно, зацепила очень мысль, которую выставил Андрей Владимирович. Она, мне кажется, такая свежая, яркая, по поводу двух отходов, двух возможных направлений развития архитектуры и самих архитекторов. Но, в то же время, я с этой мыслью не готов согласиться полностью. Разделять эти два направления, пространство и во время архитекторов, я думаю, что это неправда. И эта мысль просто опасна. Мы загоняем себя тоже в определенную. Я думаю, что этот процесс, во-первых, сложен. Его найдет во времени, вот такой своеобразный функционал. Когда архитектор, развиваясь, работает то в пространстве, то во времени. И изменение точечной позиции архитектора, в котором здесь упоминалось, жертвовство, в нем меньше, мне кажется, степени, потому что его неудивительные вещи, это такой маленький визот. Да, наверное, печально для него визот. И вот это изменение, трансформация облика архитекторов и его подходов, они, я думаю, связаны с тем, что архитектор, во-первых, прокатывает некий опыт и позволяет себе работать не в пространстве, а во времени, и говорить больше о себе, а не о том пространстве. Он считает себя правильно, он считает себя достаточно квалифицированным, чтобы сказать громко. Может, у него наши мальницы? Чаще всего да. Но то, что касается верительства архитектора, вот мне кажется, у них на самом деле наступает некий этап, когда они выходят за рамки стиля, когда они выходят за рамки контекста и начнут говорить о себе. Тем более, что в нашем контексте, я в данном случае опираюсь на то, на собственную сферу естественной деятельности, на нижний номерок, дело в том, что и контекст, ведь вещи не случайно подмижены. Мы в свое время делали такую энергетическую работу, это революция, развитие нашей главной улицы пешеходной, большой поток. И что она представляла из себя там еще на рубеже 18-19 века. Это отдельные садники, двоянские усадки, которые стояли на больших разрывах один по отношению к другому. И вот в рамках этой среды в свое время появилось здание, которое вы наверняка все помните, те, кто был в Нижнем Новгороде, Гусьбанк. Этот монстр, этот ужас, неурумский, с элементами модерна, напакованными, уважаемая Академия Терещенко, который полностью отказался отходить. Но память? Второй кривой, который потом стал память. И под который подросло, в общем-то, все окружение. Еще один пример в том, что Нижегородский это, наверное, немножко и набережная, где стоят готические жертвы, не стану ни с него, в ритму эклектики, которая, в общем-то, весьма-весьма схожа по масштабу, по контексту. Она создает такую целостную среду и друг Богика с его мощностью всего этого и с отрицанием контекста. Поэтому кому-то дону, кому-то не дону, наверное. И я повторяю, вот эта красивая формула людей, которые развиваются вот эти контексты во времени, я думаю, что она, все-таки, диспании совершена. И еще одна мысль, которая возникает, это и с ним. И, опять же, вот на примере той самой большой потровки, которая сейчас представляет флешной фронт застройки, а не отдельная, я думаю, это вот здесь. Дело в том, что наша среда, мне кажется, по сравнению со средой европейской, древних настоящих городов, наша среда молодой цивилизации, она чрезвычайная группа. Она не выдерживает никаких движений во времени. Она легко рушится. И это действительно, в том числе нашему заказчику и архитектору тоже было любить. А насколько она год-год упадет. Я, в первую очередь, говорю про кондиционер, хотя и в власти, наверное, все капитальные построят фротэ. И, конечно, одно дело, в Барсегоно, в которой я, все-таки, очень мало ориентиров и очень много фронт. Значит, ну, больше, ты поешь, что-то, там ведь вот этих вот и гор, да, и гор значительно меньше. Это, в общем, такое, достаточно однообразный фронт. И Петербург, и Петербург, кстати, да. Ну, Петербург может быть в меньшей степени, а вот Барсегоно, например, ну, это вообще сплошная фронт. Это сплошную фронт. Ну, очень красиво. И очень немного там уникумов, которые претендуют на ту роль, которую, например, есть в Санкт-Петербурге. Как легко обозвать архитекты в Париже. Даже в Петербурге. Когда вокруг все так ясно, понятно, как-то же можно сделать что-то хорошее в этих наших выходных городах. И вот, посмотрите, вот мы критикуем Шкурск, мы ведь здесь, по сути дела, нет, конечно. Он настолько разрушен, что вот это вот, вроде бы, нас вдохновляющая тема каркаса, вот, да, каркас здесь, в спорте, есть, это в генеральном плане, это в структуре, даже по нашему эпизодичному продвижению по городу, тем не менее, даже каркас не спасает при области границы. Ее просто нет, нет этих фронтов, нет равнодушных, длинных, равномерно застроенных пространств, которые подвижают вот тут самый необходимый фон для работы. И поэтому архитекты поступают точно так же, как и ты. Варли и ритм, отдельных объектов, которые... господин ведущий, категорически не согласен. Так, а, мне кажется, это главный... Развернусь, ну, что он не согласен. Он и не согласен. Я специально обострен. Спасибо. Вернулось здесь в случае. Я такой практической стороне хочу сказать. Вот город, в котором мы находимся, он нам показывает лады самодельной архитектуры. Константин Григорьевич поклонного архитектуры. Огромное количество возможностей убивить, вывести себя. И они для себя. И вот мы едем и едем по всем этим огромным территориям самодеятельного строительства. В общем, фото разберет. Может быть, потому что мы неправильно воспитаны на приведении других структурам, но здесь же в городе проезжая таким местам, где сохранилась структура улиц, где-то там есть площадь и так далее. Мы просто выдыхаем радостно. Но вот здесь просто устроить того, что заодно существовать. Что ли из этого следует? Мне кажется, следует крепление жесткого градостроительства, с которым мы в какой-то момент расстались. причем расстались, начиная с основного документа градостроительного кодекса, где мадам не помню, как я. Или заведил статус. будем делать документ для того, чтобы преодолеть беспортизм архитектора, который решает бизнес. И действительно преодолеть, бизнес развернуться, и мы получаем в этом договоре, где мы можем посмотреть иллюстрации, как бизнес вырвался на свободу, не имея сдержанно начало. Я думаю, вот о чем. Ну, во-первых, не надо преувеличивать вот это общественность, которая может подсказать архитектора. Так, на крайнем что ли, на крайнем пользе, да, это, но если представить архитектор, когда он начинает что-то делать, старгаться, ничего, он пожертвует, чем? Если ему при этом встанут за спиной и будут советовать, то он наверняка погубит то, что он делает. в какой-то момент какие-то главные, которые от перетягиваются свободу, собственного, самоварожения, душу, и все тут узнание и отношение к отече, тогда это дать чему научить. Ну, вот все-таки я возвращаюсь тому, что давайте не будем преувеличивать возможности советов общества архитектора. вот здесь огромная картина того, что мы получили, если бы собрались взять эти музеи, то если бы они не увидев что вывезли, они бы пришли и посоветовали как делать. Спасибо. Сергей Евгений Евгений может быть те самые организные привезти к на Болоситию с Думой архитекту, которые дадут ему околог. Сергей Продолжение следует... 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 Мне кажется, что вопрос прочитает. Есть архитекты, есть город, где он живет, где он расписан. Любит он этот город, наверное, как всем. Смотрит на то, что он в городе делается. Этот город катавливается невластично. Вот я не знаю, что вообще исчезли эти танцомы, значит, дается исчез. Собор исчез. Мы все еще не думаем. Мужчины ни о чем не думают и не знают. Что-то удается людям делать, чего-то не дают. Все дело в том, короче, неплохое тех, кто занимает задачи, которые могут участвовать. А вот даже не современная территория о том, что она совсем неная. Не только так, что она совсем неная. Вы знаете, не у меня, потому что она не тратирована, я чувствую. Но что они делают какие-то обзороженные шприцы, а мы же шкотки смотрим. Вот они не пеняются это. Сегодня-завтра кумиры слетают просто. Сегодня это вообще с бедой на работе и лечены. Третьки ротиловые, однако, они у нас уже не думают. Кто-нибудь знает, что сегодня заказывает форсов? А получила и без смех заказывает ему. Ну и так далее, и так далее. Поэтому все очень динамично. В этом мире надо отличать хорошую от форсовую. Спасибо. Спасибо. Помогая мои коллеги, поскольку любой город, как является естественным, живет и развивается за этим вот того, что в нем постоянно присутствует взаимооприцающая друг друга оппозиция. Вот сегодня мы говорим о вот этой вот оппозиции, контексте тренда, я бы хотела сказать о другом. О том, что не частичная тема, которая частичная загружена, но и поводает среди некоторых, за другая традиция. Издание пространства. Или цельное, пистолетное. Как и следует сейчас, когда очень много говорят об общественных пространствах и говорят о моделях их формирования, существует в основном вот две главных модели по голландским ученым Колька Роу и Прэду Коттеру. Это Акрополь и Порум. В общем-то, когда я постаралась это изучить, мне кажется, что то, что сейчас возможно в наших городах, это не третье. Совершенно выморая модель, я пыталась ее назвать Ай-Ал, и вот в формировании именно этой модели, где стирается грань между внутренним и внешним, между зданием и пространством, вот это вот сохранение ценности исторической среды. Я приведу некий пример. Ну, то есть, например, в Нижнемозере это совершенно не одно музейное здание, которое существует в зданиях, построенных специально для этого. Для того, чтобы посмотреть какое-либо произведение, в любом случае, надо обойти ряд зданий в городе и пройти по тем, другим, иным общественным пространствам. То есть, мы при этом обошли вот этот вот ареал по определенному формированному нами, архитектору, пространственному каркасу. И мне кажется, именно вот это одна из таких цепочек, одно из направлений, формирование новой типологии, исторической сложностью среды, формирование этих каркасов пространных и драматургии. И это тут тоже главная роль архитектора. Иначе по жизни в городе превратится в эту страшную формулу по Яну Дейеру, жизнь между зданиями. Спасибо. 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 я послушал и действительно хочется сказать что сегодня архитекта его понимает это по-моему самое главное это мы не организуем пространство а составим пространство и это не нужно делать чином вопреки все правы вот здесь сказали о пространстве времени мне кажется в моем пространство я имею ввиду каждое время как соответственно поэтому мне кажется развитие технологии вообще аргентация строительного тела она в какой-то степени сделала так что отстранила архитекты от проектной идеи от проектной идеи создания экспортации сегодня к сожалению на местах в каком сеть почему потому что к сожалению от нас на местах на местах я могу определенно сказать что команды чиновники никакие правы не следят одно дело не как бы заработать помочь продают улицы срубают деревья заставят скверк но если кто-то приедет махачкали если кто-то приедет мы вам покажем что махачкали особенно деревнеев древнего города 2000 лет там реставрация идет это древес древес и что вы думаете это безобразно что творится хотя по телевизору говорят о том что реставрировать там лучшие реставраторы в России они вот масштабно даже гладкие соблюдают просто планут в теку материалов как он выглядит под руками к сожалению то что я хотел сказать дело в том что архитекты на свою жизнь не защищен не защищен а чиновник у него и пир и разуме для того чтобы восстановить процесс он к сожалению многое подчинение вот этим чиновникам заказчикам и делает то что они требуют даже не задумывая я вам на практике я вам скажу о том что действительно так происходит сегодня и сам архитекты для того что стоило 12-10 раз меньше делали чем стоило определенным проектом государственной процент сегодня при наличии 40 штек которые практикуют 250 проекты организации это процедур должно быть по 3 человек архитектам по 3 человек минимум 5 человек по 3 поэтому вот недавно я поймал но узнав что я приехал мы выключили советы председателя председателя я был совещанием был президент это тогда президент сейчас и что вы думаете я послушал никто не хочет выступать на день говорил что никто не сказал тем более материал я сказал еще вопрос там нет никаких мер не принимают к сожалению а город с каждым другом все получается а дальше в последнем время углубляция придумала то что объединение местных мухачков тело регион тело пространства на самом деле дело которое неприятное пространство строительство все дело для того чтобы заработать деньги больше никаких проблем вот сейчас я проектирую там микрорайон вы знаете например бонусы населения 4500 да 3450 человек на а так вообще в Кадагестан 300 человек они требуют 3 раза 2 раза больше чтобы и что я сейчас в одном я там соблюдаю полтора раз увеличил но в другом я сейчас не иду на это на это на не не а потом все дворов пространства практически пошли особенно но транспортные стоянки и старались прийти подземные стоянки в гараже поэтому сегодня я вам скажу все ждут я не знаю как Андрей Владимирович все ждут не знаю надеяться на архитектурную палату а вот архитектурная палата когда у каждого будет кричать если что-то будет нарушать вот потому что его отстранят вот вот такой если так пойдет рычаги что-то надо делать и второе главное не согласован что делает архитектурная не лицензированная так сказать я не буду считать что не будет своего рода вот такая ситуация абсолютно вот я вас не знаю я не знаю не знаю не знаю вот и в то же время в то же время вот эти кварталы парсимонские ну просто очаровывают да они просто очаровывают чем тем что каждый дом разный но он не делает из себя памятника несмотря на то что то что Гауни попытался он сделал но все равно у него дома в этих кварталах они все-таки подчинены общие они умерли они умерли ну и чтобы наши дискуссии я на дискуссии смотрел вспомнил у меня есть такая такая миниатюра когда Ильченко и Карцев помните выходит по сцене говорит давай дискутируем возражаем ну чтобы нас не исключило так что возражаем я хочу сказать что я многим хочется возразить но в то же время в целом вот для вас для молодежи будьте сами собой но будьте сами собой но уважайте окружение и уважайте своих коллег сегодня если мы что-то увидели по-кульски конечно это много чего сделали поставили как бы градообразующие объекты в ряду городской застройки которые совершенно не в масштабе совершенно не в материале совершенно не в контексте толкузка который практически на 8 процентов было дороже но тем не менее что она осталась вот конечно обидно конечно не приятно я совершенно согласен с теоретическим рассказом но в то же время я думаю что те технологии по которым построили сегодня эти мусоры дорога как правило у них конструкции я знаю с чего они сделают они в конструкции произойдут столь а фасады в случае 20 вот посмотрите где через 20 там будут другие фасады и возможно вот эти уже не посмотрят вот это молодежь вот это молодежь молодежь сделает лучше сделаем наши а у меня вопрос да то то что тхор нарисовал мне очень нравится но место которое он выбрал да не он выбрал ну я не знаю я самая низкая миссия да да я его лично давал вопрос и он мне рассказывает то есть я сейчас он рассказывает да да он на самом деле а то что потом уже после тхора началась пляска самоцвета вся значит да коллеги в наше время каждому стиху если кто-то еще хочет сказать что ради бога видите как одна минута мы делаем как одно что говорит в вашей воле только мы сядь по я думаю что во-первых все что вы говорили здесь зафиксируем надежда все зафиксируем что не звучало что и вы на стороне в системе проходит в России вы задаете как будет выжить потому что мы так же понимаем что на самом деле это не так разыгрывается если еще что отлично отлично всегда бы нам быстро что Спасибо.